Добрый вечер, мои дорогие подписчики и гости моего канала «Изменить свою жизнь». Мои дорогие, вопросов много, и мы сейчас разберём каждый ваш вопрос. Ника-ники, да? Девчонки, если я что-то неправильно пишу в ваших именах, напоминаю, пишите, исправлюсь. А вы просите рассчитать ваше КБЖО, пожалуйста, пишите свои параметры, посчитаю, не вопрос. Танечка Машанова, спасибо вам за тёплые слова, за тёплые пожелания, спасибо, моя дорогая. Наташа Романова, поздравляю с началом пути, очень надеюсь, всё будет хорошо. Пишите, что у вас, какие будут у вас новости, нам будет всем это очень интересно. Итак, начинаем разбирать ваши вопросы. Оля Кучетова, как считать КБЖО? Девчонки, мы каждый день одно и то же это говорим, но давайте опять сначала. Во-первых, Оля, мне очень понравился ваш коктейль, очень. Но хочу сказать, коктейль у вас не кетовский. Исключите оттуда киви и банан. Нам, при кете, эти фрукты нельзя. И для всех подписчиков и гостей канала хочу сказать, что бананы, виноград и груши под строгим запретом всегда. Если вы будете через полгода в стойком кетозе, пожалуйста, киви, одну в неделю, допустим, можете себе позволить. Сейчас это вообще ни в коем случае. А вот то, что я перечислила, бананы, виноград и груши, это, в общем, всегда под запретом. Как считать, девчонки мои дорогие, вопрос у многих. Я очень много раз вам говорю, девочки мои, мальчики дорогие, купите обычную тетрадку, вот как у меня, за три копейки. И две недели попробуйте позаписывать. Всё, что вы кушаете, вы научитесь очень быстро. У кого есть весы, это вообще не вопрос. Я всегда говорю, если у вас салаты, это 200 грамм, если второй, это 150, ну, 200 край, да. И про эту ручку, вот, кстати, надо про замеры по ладони, я создам отдельное видео, потому что можно по ладони очень легко считать и первое, и второе, и третье, как говорится. Я обязательно сделаю такое видео. Но давайте продолжать. Поэтому, мои хорошие, упростите всё себе. Сделайте пока... Считайте, я вам говорила, если у вас 2 яйца, у вас 200 грамм салата, у вас, вот, часто это повторяется, вы потом настолько оскомину набьёте, и у вас будут отлетать. Пожалуйста, вот самый простой метод. Даже если у вас есть калькулятор калорий, это очень хорошо, двойная будет у вас проверка, но позаписывайте 2 недели, и вы поймёте, насколько потом вам потом будет легко и просто. Вы же это делаете для себя, пожалуйста. Поэтому, как бы я ни рассказывала, как считать, что считать, у каждого разного, у нас разный калораж, белки, жиры, углеводы тоже у всех разные, и мы будем топтаться на месте. Давайте все, у кого проблемы с КБЖУ, заведём тетрадочки, будем 2 недели. Это важно для вас. Потом вы, я говорю, я сейчас не пользуюсь, и ради интереса захожу в калькулятор, проверяю, и всё чётко. Это нужно для вас. Поэтому, к сожалению, ну, при всём, при всём, при том, я не могу вот сесть рядом и с каждым по отдельности это считать. Девчонки мои дорогие, это правда легко. Конечно, 2 недели, вот, вы знаете, вот 2 недели, это будет действительно тяжеловато. Хотя, у кого калькулятор, это вообще не проблема. Я считала, без калькулятора, вручную каждый продукт забивала. У меня не было приложения. Поэтому, мои дорогие, это не сложно. 2 недели. Вот, скорпулёзно посчитайте, и я у вас уверяю, всё будет потом у вас шикардос. Вы будете, у вас будут отлетать потом, честное слово, мои дорогие. Потому что я уже на вторую неделю как-то начала, я уже чуть не вслепую. Как по продуктам взять, непонятно. Мои хорошие, если салаты 200 грамм, либо 2 полные ваши ладошки, ладошки, у кого нет весов. Если это второе, это ваша ладошка, ваша, вот, без пальчиков, ваша ладошка. Не так сверху, а вот, 150-200 грамм. Если это первое, то гранёный стакан. И вы ориентируете, вы считаете пока, допустим, второе, допустим, 200 грамм, салат 200 грамм. Вы потом научитесь. У вас первый, второй. Вы всё записываете. Так, у вас, вот, к примеру, да, у вас 1155 калорий, да, а вы наели 1099. Так, у вас не хватает 56 калорий. Не хватает у вас 20 грамм жиров и 47 белков. И уже в последний приём пищи, когда на сегодня у вас, да, вы уже там подгоняете. Вы это научитесь сделать, когда записывая всё постоянно, это будет легко. Добирать жиры, белки, обязательно. Углеводы, если меньше, ничего страшного. Самое главное, не перебирайте в белках. Вот сейчас самое основное у вас ориентир, это белки из жиры. Вот вы сюда смотрите, потому что у нас много листовых, а я вам говорю, что листовые иногда можно не учитывать. Вы смотрите на белки из жиры. Так, чем можно добирать? Вы можете... В последний, так, вот столько у меня не хватает по жирам, столько по белкам. Так, я добавлю оливковое масло, где-то там авокадо, где-то сметанки или сливок, или выпью не просто кофе, а выпью брони, кофе и так далее. Первое, что я о чём вас прошу, пожалуйста, заведите тетрадку, напишите ваш колораж, чтобы он у вас был вообще постоянно в памяти. Напишите ваши белки, жиры и углеводы. Каждый приём пищи записывайте, считайте. Пишите своей ручкой. У вас будет больше откладываться, чем вы будете в калькуляторе. Я через две недели уверена, вы будете считать, как очень наш. Вот это не только мне, Олечке, куча-то вы такие пожелания, но и всем, у кого возникает вопрос, как же считать КБЖУ. Ирина Гурина. Конечно, вот всё, что вы пишете, я верю сразу, и конфетки я тоже люблю, и фрукты. Ну, фрукты я бы не сказала, но когда я вам озвучиваю, что я кушаю фрукты, может где-то оговорка, в заморозку я покупаю замороженную ягоду, ежевику, клубнику, землянику. Ну вот что продаётся, заморозка, голубика, вот то, что нам положено, ягоду нам можно. Сейчас, конечно, не сезон, поэтому я покупаю в заморозках. Поняла, Олечка, да? Ой, Ирина, Ирина Гурина, простите. Так что заморозку покупайте, ничего тут такого нет. Тоже вкусненько довольно-таки, да? У меня задала хороший вопрос, Леночка, как припрятать, если в процессе похудания у нас появляются обвисшие там места, некрасивые. Леночка, моя хорошая, что для вас важнее? Ну, например, вот знаете, есть хорошая поговорка. Мужчина любит сестру богатую, а жену здоровую. Для меня лично на первом месте это здоровье. И похудев, я уверена, я выгляжу лучше, намного здоровее. Главное, ведь здоровье. Здоровее. Идеально, без классической операции, без хирургической. Нет, никакие тренажерные, хоть сутками лежать. Вот я занимаюсь, я, как говорится, себя не запускаю. Убрать идеально не получится однозначно. Но то, что оно не хуже, чем было, это я уверена. Или у меня, я могу одеть красивую одежду, что я могу на тот же пляж выйти, или я вот такой вот бочонок большой. Но у кого что. Вот мои близкие, им главное, чтобы я была здоровая. И поэтому вот как-то проблемы не возникают. Но каждому свое. Поэтому, Леночка, выбирать, естественно, вам худеть или не худеть. У меня вот из всех подписчиков только две девочки делали пластические операции. Они удаляли лишнюю кожу. Но они молодые, они финансово обеспечены. Поэтому они себе этого позволили. Ну а с возрастом убирать, конечно, это очень и для здоровья чревато, и финансово. Не каждый это понимает. Я, например, буду жить, что есть теперь. Так что, Леночка, тут, вы говорите, совет не работает. Это не совет. Советы давать – неблагодарное дело. Это моя точка зрения. Это я как считаю. Как я могу вам советовать? Худейте, стройнейте. Будет висеть ничего страшного. Не за боже мой. Решение всегда за вами. Я лишь вам рассказываю свое мнение по этому поводу. Так что, Леночка, конечно, решайте сами, что для вас важнее, вам сложно это будет припрятать. Это только вам решать, дорогая. Так, пошли по Светлане, наша Светочка, по таблеткам, витаминам. Светочка, если вам прописаны таблетки, врачом пить обязательно надо. Тут даже и не вопрос не возникает по этому поводу. Тем более, я не врач, и давать рекомендации медицинского характера, я уже много раз вам говорила, я просто не имею морального права. Коли вам выписаны таблеточки, врачом принимать их надо. По поводу витаминов, я вообще сказать ничего не могу, какие вы там и для чего. Вам выписал врач, какая у них необходимость, и более там, какие-то у вас апельсиновые, наверняка в составе сахар, тут я вообще не поняла. Если что, напишите подробно, какая необходимость вообще. Вам выписал врач, а что, если витамины нельзя, без всяких добавок с ароматами, всяких апельсин, мандарин и так далее. Тут я не очень поняла цвета, напишите. Оля Ситникова, моя дорогая, все сумбурно, у вас нет интервала, вы не придерживаетесь интервального голодания, вы пьете бронекофе, у вас перерыв должен 16-8, если вы на этом режиме, а вы в 10 часов можете выпить бронекофе, вы совершенно не придерживаетесь, совершенно не соблюдаете, у вас все как-то очень сумбурно, и что у меня очень, да, я увидела, Оля, у вас ошибку, ошибку у вас, жиры, белки на кето питание не должны у вас, они практически одинаковые, 78%, так не должно быть, или грамм, не важно, всегда жиры больше, белки меньше, а у вас на одном уровне, так не должно, поэтому, Оля, заводите тетрадку, вы у меня в одноклассниках, напишите свой, тетрадку мне отправьте свою, чтобы я видела, и покажите у вас, ну, вы не поддерживаете из ни интервального, и в КБЖУ у вас ошибки, у вас белки и жиры, одинаковый процент, это неправильно, Оля, пожалуйста, без всякой паники, без всякой паники, ну, выбирайте сами, вы писали, что вы придерживались веганства, да, ну, мое отношение, я не буду говорить, да, выбор, я к каждому виду питания с уважением отнесу, тем более, это ваш выбор, но, если вы, вот, осознанно перешли на кето, да, давайте делать правильно, потому что просто получается, каша, у многих, девчонки, у многих, у вас одна и та же ошибка, все, знаете, вот, все лучшее сразу, да, вот Ирина, Наташа Харченко, то же самое, девчонки, заведите тетради, и все записывайте, пожалуйста, хотя бы две недели, это нужно вам, мои дорогие, и все потом будет хорошо, потому что, смотрю, вот, тоже у Наташи, да, вот, говорю, все лучшее сразу, вы столько много собрали в кучу, да, и вы не добираете, вы кушать не хотите, но, тем не менее, колораж не добираете, я посчитала, вы пишете 1300, я, по-моему, вам меньше посчитала, очень убедительная просьба, прием пищи, не совмещайте рыбные и мясные продукты, у вас вот холодец, он хоть куриный и минтай, но не надо, холодец прекрасно, нам можно и нужно, на кет и минтай прекрасно, просто рыбу с мясным продуктом, или с птицей, не мешайте в один прием пищи, девчонки, вот всех, кого я назвала, Наташа Харченко, Ирина Гурина, да, Олечка Сидникова, Оля Кочетова, да, девчонки, ну, сделайте, пожалуйста, я вас прошу, это нужно вам, сделайте вы, пожалуйста, себе дневник, все записывайте, потом научитесь, я говорю, будет как отче наш, добирать очень легко, вот вы добрали, если у вас два приема, так, вы добрали, все, ага, у вас столько не хватает, да, так, вы начинаете, я говорю, добирать можно, вы потом научитесь, слепую будете делать, может авокадо, может оливковое масло, можно семена, можно орехи, что там у нас, что я не пропустила, да, оливковое сказала, да, сметана, сливки, что вам, как говорится, по вкусу больше, этих много, очень наших разрешенных, там допустим, жиров и белков, и пожалуйста, вы говорю, если вы не добираете по углеводам, вы даже на это не обращайте внимания, это ничего страшного, вы самое главное, добирайте жиры, и не перебирайте, пожалуйста, белки, понятно, мои хорошие, всем вам задание, завести тетрадочки, мои дорогие, и все туда записывать, тогда вы научитесь, ведь я не могу, вот говорю, объяснить иначе вам, потому что я говорю, округляйте, салаты 200 грамм, если второе, 150, 200 грамм, чтобы цифра была легкая, чтобы вам было считать, записали в тетрадку, проверили на калькуляторе, через две недели, вы будете все асы, и скажете, как же это так, вот у нас не получалось, я уверяю вас, я же думаете, сразу прям такая умная стала, да нет, конечно, я вообще две недели, не имея калькулятора, у меня не было счетчика калькулятора, я каждый продукт, нудно, долго, вбивала в интернет, искала, считала, все вручную, путалась, расстраивалась, все было, но через две недели, у меня уже этой проблемы нет, а вот так, как у нас у всех, разный колораж, у каждого, разные белки, жиры и углеводы, если было бы там, допустим, у всех 1200, столько-то углеводов, белков и жиров, одна цифра, ну тут вообще проще простого, единую форму создали бы для всех, и все, так что, мои дорогие девочки, Наташа Харченко, Оля Сидникова, Оля, Оля, я жду одноклассника, что вы мне напишите, более все конкретно, потому что у вас не соблюдается, ни интервально, ни жиры и белки, это вообще, ну вы вообще не на кето, потому что жиры и белки у вас одинаково, пожалуйста, Светочка, допишите, пожалуйста, по поводу витаминов, вы пьете их самостоятельно, либо вам врач прописал, зачем именно, с вкусовыми добавками, там допустим апельсин, а проще нельзя обычные купить, в общем, тоже поясните, пожалуйста, мои дорогие, и так, мои дорогие девочки и мальчики, гости моего канала, пожалуйста, пишите свои вопросы, задавайте, отвечаю всем и всегда, убедительная просьба, все, кто перешел на кето режим, на кето питание, пожалуйста, не торопитесь худеть, не торопитесь, спешки, можно ошибиться, обязательно, и чтобы войти правильно в кетос, чтобы было все верно, упростите себя, во-первых, не надо так всем, вот знаете, вот я в ваших комментариях, чувствую, вот Оля мне сегодня Ситникова написала, я думала, боже, как же человеку действительно, вот крик души, сложно, поэтому девчонки, самое главное, давайте успокоимся, возьмем себя в руку, давайте будет у нас дисциплина, дневник будет нас дисциплинировать, все записывайте, кто у меня в одноклассниках, пожалуйста, показывайте свои отчеты, у кого нет одноклассников, пишите прям под видео, договорились, вот так, как вот сегодня мне написала, так, у кого у меня, у Наташи Харченко, я посмотрела, ну, во-первых, и кокосовое масло, и сливки, и все как-то, что-то в куче, так это все много, ну, как-то надо все раздробить, ну, сильно много, все сразу, ну, понятно, говорю, очень у всех хаотично все, и, пожалуйста, не совмещайте прием пищи, мясо и рыбу, понятно, да, мои дорогие, и так, пишем свои вопросы, пишем свои комментарии, мои дорогие, кто не подписан, не забудьте подписаться, и, конечно, не пожалейте, поставить лайк, а пока, мои дорогие, пока-пока, пока, До новых встреч.